Привет, друзья! Я Дмитрий Преско. Праздники закончились. В эфире очередной выпуск кулинарной пропаганды. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! Готовим говядину по-строгановски. Нам понадобится говядина. Кто бы мог подумать? Один килограмм. Одна крупная луковица. Сливочное масло. Треть стакана протертых помидор или томатной пасты. Стакан нежирной сметаны. У меня сметаны нет, поэтому я возьму йогурт. Несладкий, жирный. Еще нам понадобится треть стакана муки. Соль, перец, острая горчица. Русская. И необязательный ингредиент для настоящих гурманов. Немного паника. А на гарнире я приготовлю упрощенный вариант популярного испанского блюда пататас бравос. Итак, приступим. Нарезаю мясо тонкими полосками поперек полокон. Можно, конечно, не вдоль, если у вас крепкие зубы. Пересыплю мясо солью и черным перцем. А теперь добавлю муки. Мука свяжет лишнюю влагу. Оставлю мясо пропитываться ароматами черного перца. Пока подготовлю картошку. Она у меня уже мытая. Сегодня как-то особенно быстро. Чтобы не отнывать противень, укрой его фольгой. Кладу картошку. Ой. Несколько долек чеснока прямо шкурки. Острый перец. Обязательный ингредиент. И паприка. Налюбовались. Отправляем в 180 градусов до румяности и готовности. Теперь опять к бифстроганному. Чистим и режем лук. Лук надо нарезать небольшими кубиками. В одном из прошлых выпусков я показывал, как можно его быстро почистить. А здесь обращу ваше внимание на один из способов нарезки в мелкий кубик. Сначала делаем горизонтальные надрезы. Не до конца, чтобы луковица не развалилась. Затем вертикальные. Кончиком ножа. Здесь тоже не имеет смысла дорезать до самой доски. А теперь шинкуем. Обратите внимание на положение пальцев левой руки. Первые колонки потогнуты, чтобы случайно их не отрезать. Пришло время обжарки мяса. Выкладываю немного масла на сковородку. Огонь не очень сильный. И кладем первую партию мяса. Я кладу не сразу весь килограмм. Иначе масло мгновенно остынет. И мясо даст стабильный сок. Потом начнут тушиться, а не жарятся. При интенсивном помешивании довожу мясо до побеления. Затем переложу его в кастрюлю. Сюда же добавлю еще немного масла и следующую партию мяса. Мясо мы обработали. Сок оно у нас не потеряло. Теперь на этой же сковородке, добавив немного масла, обжарим лук. Лук нужно довести до красивого золотистого цвета. Его естественные сахара карамелизуются. И это добавит соусу аромата. Теперь добавлю секретный ингредиент. Коньяк. Подожгу его, чтобы спирт выгорел. А аромат остался. Теперь, пока коньяк выгорает, снимаем со дна лопаточкой карамельный нагар. Запах! Чайная ложка муки. Она загустит соус. Сейчас аккуратненько все перемешаем. И я добавлю томаты. Они растворят все эти продукты в себе. Сахара лука, аромат коньяка, кислинка помидоров. Это прекрасная база. Видите, как загущается? Так, а теперь йогурт. Если у вас сметана или йогурт очень густы, можно немного раздавить водой. Или бульоном. Бульоном, конечно, лучше. Пора добавлять горчицу. Я думаю, одной чайной ложки будет достаточно. Соус готов. Переложу в кастрюлю к мясу. Такой вкусный. Жалко оставлять капли на сковородке. Я бы его слезал. Только сковородка горячая. Теперь перемешаем. Минут через пять надо будет попробовать. И при необходимости добавить немного соли, перца. А может быть горчицы. Тем временем картошка уже готова. Пора ее доставать. Отлично! Запах фантастический. Масло все пропиталось ароматами чеснока. Лаприки. Переложу картошку в отдельную посуду. Вытяну еще кусочек. Как у нас там поживает мясо. Еще немного соли и можно выключать. Я больше люблю есть мюстроганов с картофельным пюре. А такая вот патасбраус хороша сама по себе. Но испанцы ее чаще всего подают в барах. Как закуску пиву. Но это тоже неплохо. Коньяк добавляет интересную нотку. Такую трудно улавливаемую. Но для тех, кто понимает, очень заметную. Попробуйте. Вам понравится. Есть несколько версий происхождения этого блюда. И не исключено, что какая-нибудь из них верна. Но непреложным фактом является то, что блюдо с французским названием Беф Строганов стало известно во всем мире как яркий представитель русской кухни. Вот и все на сегодня. Понравилось? Пальцы вверх. Подписывайтесь, рекомендуйте. Ну, узнаете. В следующий раз готовим супер популярное испанское блюдо. Торти да патас. С вами был Дмитрий Фреско. До встречи через неделю. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok